Тихон, ты сказал, что мне нужно еще жить это. Так, знаешь, мне нужно реально найти этот кусок видео и отправить себе. Когда Тихон разведется? Тихон уже развелся, и он развелся, когда мы еще были на проекте, и я видела все, так что все нормально. А я тебе показывал разведку? Конечно. А кому ты показывал, когда ты снял? А, ура, ура, я развелся, смотри! Кому ты еще мог показывать, кроме меня, объяснишь? Своему близкому другу, получается, на проекте. Угу, так. Дальше, с Колонн Бабич вместе отдыхаю, так что, возможно, они помирились. Слушайте, не знаю, вполне возможно. Ой. Ой, что мы сделали? Как мы это сделали? Мы кого-то сейчас заблокировали, чисто случайно. А, потом, что ты хочешь сделать? А, нет, я хотела просто полистать, что пишет, пошите. Короче, у меня есть такая тема, то, что я случайно блокирую людей, потому что ко мне вчера на мероприятии подошло два человека, и говорят, слушай, братан, а ты зачем заблокировал этого человека? Я такой, блин, я его даже не знаю. И он такой, да и он тебя тоже не знает. И я такой думаю, а как же он у меня в черном списке-то оказался? Так, он говорил, что... Не, ему оборудование в мужской спальне. Ребят, там такая история, что смысла нету сейчас даже в этом разбираться. Во-первых, из-за того, что вы видите прекрасно, что мы вдвоем сидим, что у нас все нормально. И, честно говоря, очень сильно разряжает комментарии людей, которые пишут и пытаются рассказать, что... Да как же так? Это вы же там друг друга не переваривали. Да он же такой хреновый. Да ты... Кики тоже конченые сказали. Самое страшное. Да. Ммм... Ммм, может, наверное, скотинка. Да, велите мерные твари. Прямо здесь. Если я прямо сейчас в прямом эфире, вы вместе, пара... Ну, я думаю, только чтобы было все понятно. Что это фикция? Это фикция. Тихон поменял меня. Вот еще и те, что я ничего не знаю. Слушайте, ребят, вся ситуация была основана на том, что Тихон меня выморозил. Короче, смысл в том, смотрите. Смотрите вообще, как все получилось. Я с ней, как только она пришла на проект, я думаю, блин, ну, вроде бы, Тихонка нормально, адекватная. Нужно, ну, подойти, пообщаться с ней. Вот. Сказать, что ей ожидать вообще от нынешнего коллектива. И каким вопросом стоит готовиться. Вот. И получилось так, что, видимо, она меня неправильно поняла. Либо я как-то ее задел. И она всю мою информацию, что я ей сказал, вывернула на 180 градусов и сделала меня просто гандоном. Вот. Он меня выморозил. Она опасная. Опасная, на самом деле. Ну, слушай, ты ко мне подошел. Так. Вместо того, чтобы сказать, Кики, ты прикольная, пойдем с тобой вместе кофе попьем там, да, или там давай поболтаем с тобой. Ты такой сказал, бери микрофон, пойдем, выйдем, поговорим. Я такая, фига себе. Ты не говорил, брат, микрофон. Ты сказал, бери микрофон, пойдем, выйдем, поговорим. Я это прекрасно запомнила. Да? Да, и мы вышли на улицу разговаривать. Вот. И, естественно, ты меня выморозил. Ты меня очень сильно выморозил. Ну, это я умею. Ты меня выморозил тем, что я тебя спросила, в смысле, а ты что, если бы ты знал, что у меня есть ребенок, то есть ты бы меня не оставил на проекте из-за этого? И он такой, ну, и я такая, ах. Ты ж... После этого пошла вся байда со ссорой, которую мы очень сильно начали все раздувать и подхватывать. И я такая, держись, скотина. Чтобы вы понимали, я когда сидел на Лобному, вся эта тема началась. Мне накидывают, накидывают, Кадони накидывают, Орлова накидывают. И в какой-то момент я думаю, да, пошло все нахуй. Встаю с Лобного и ухожу просто во время съемки. И все, думаю, все, надо. Уезжаю, ну, что-то загрузку это поймал. Думаю, вот ты тварина какая, а! Какая же это сволочь! Да ты тоже скотина та еще, ты мне зачем бесишь? Вот. Потом, а потом мы начали общаться как друзья. Вот. Так, давай посмотрим. Думаю старости, что вспомнить. Это помнишь, как я тебе сказала? Что именно? Вы бы знали. Свою тему. Свою тему, да. Так, за уход сломного он ведь штрафует. Ну, как бы да, но не в этот раз. Потому что я на тот момент в первый раз позволил себе такое действие. Но это наоборот добавило феерии в этот эфир. Поэтому меня не оштрафовали. Вот. Вчера малой классно отжигал. Это да, да, у нас вчера очень весело было. А нам, а нам, а вам не скажут. У нас есть свои секретики. Они все же тоже в зрительский зал. На самом деле, понимаете, у нас вот своя атмосфера и настолько черный юмор. Иногда у нас настолько дерьмовые шутки, что только мы с них ржем. И если мы кому-то другому рассказывали, то они зачитают нас с идиотами. Я сейчас расскажу вам историю. Просто нас рассмешила ситуация, как мы забивали гвоздь. И, короче, я в такую дикую истерику вошел, что у меня слюни, короче, потекли изо рта. Мне на колено. И ей на колено. Просто я как собака. Сидел, смеялся, и у меня слюна. Она на ее ногу стекает. Фу, какая гадость. Так, ребенок с тобой или с мамой? Вот сейчас бабушка и дедушка на Красной площади гуляют. Насколько могут оштрафовать вообще? Нельзя разглашать эту информацию, у тебя контракт на два года вперед. Да. Вау, точно. С бабушкой. С бабушкой ребенок сейчас пошел с бабушкой и дедушкой гулять по Красной площади. У них сегодня пешая прогулочка. Поэтому мы пока что сидим здесь. Сейчас нужно будет еще по делам поехать. Короче, про гвоздь. Самое ржачное, понимаете, что никто не поймет эту шутку, но мы просто стали замерять картину, чтобы она висела ровно. Решили на телефоне найти уровень. Поставили сверху на картину уровень, выровняли. Потом я такая скажу, окей, что теперь делать с этой инфой? И тут нас вынесло просто настолько, что мы еще полчаса просто валялись, ржали. Вот. Там смысл выражения лица. Это уже было под конец. То есть мы с четырех дня делали студию. И где-то уже в час ночи, ну естественно, мы уже никакие, мы уже вымотались на максимум. И там ее лицо играло важную роль. И что делать с этой инфой? Плохо слышно? Дирек, почему плохо слышно? Не знаю. Все нормально слышат, никто не жалуется. Вроде бы должно быть нормально. Всем слышно? Сейчас лучше слышно? Ну, должно быть, да. Должно быть, хорошо. Поэтому как-то напоминаю, ребята, то, что эта рубрика... Так, Иришка. Да, на позитиве. О, это да! Вы просто, если бы с нами в жизни пообщались, вот приходите на встречи, приходите в сопрано в гости, ребята. Вы с нами в жизни пообщаетесь, вы вообще офигеете, что мы за дебилы. Да, потому что ее двери всегда открыли. Блин, двоя, как звучит. А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А. Естественно, у меня логотип студии на машине, логично. Еще и мой инстаграм записан на машине сбоку. Кстати, ребята, помните, я выкладывал у себя в истории одну кофейню? Реально, кофейня очень крутая. И если вы из Москвы, вы можете по промокоду KIKI TICHON прийти и нахватить себе бесплатную кружку кофе. Прикиньте! Первым 20 покупателям. Абсолютно, мать его, бесплатная. Кофейня находится на Нагатинской, 16. Кофейня находится на Нагатинской, 16. На самом кофе. Ну, то есть, знаете, когда открываешь там... Слышал, KIKI. Ты где-то прислушалась в Америке? Да, я прошла, отправляла видеозаявки, видео своих живых песен, ну, как я просто вживую пою, да, на студию себя. Отправляла в два шоу. Это два моих любимых шоу в Америке. Это America's Gary Talent и American Idol. Вот, American Idol у меня было прослушивание в сентябре. И, к сожалению, так как я из России, я не смогла попасть на American Idol. К сожалению, я из России, в принципе. К сожалению, я из России. В смысле, я знаю даже наизусть гимномерики, чтобы вы понимали. Вот, и сейчас я прошла еще в одно шоу. Это America's Gary Talent и 23 января у меня будет еще одно прослушивание. Ну, короче, в сентябре было по скайпу, по вайберу. Господи, нет, как он? Зум точно. По Зуму было прослушивание с American Idol. И 23 января будет прослушивание с America's Gary Talent тоже по Зуму. Вроде как. Вот такие дела. Почему расстрелись Паша с Ирой? И Ришкой. У меня на странице VGTV есть сохраненный эфир, где мы в подробностях рассказываем. Из-за чего, что произошло, там вот реально самые жирные новости. Паша слишком переигрывает. Но, опять же, вся информация по этому поводу и наше мнение по этому поводу, не будет. И мы с вами болтаем. Вы не хотите с нами что-нибудь в фирму ходить? Ребят, не стесняйтесь, мы нормальные. С кем вам два общего? Со всеми, ребята. Вот реально со всеми. Да? Да, мне кажется, нету ни одного человека, с которым мы не общаемся. ну не общаемся с кем мы не общаемся слушай и зачем я понял что я на священника похож ну типа чего у меня есть Было бы здорово, если бы ты включила свет или убрала с камеры черное. Не знаю, что-то у тебя черное на камере. Ты можешь не стесняться и не бояться. Да, было бы... А, ты пальчиком закрыла камеру. А, еще и с интернетом у тебя проблемки. Помнишь потасовку между тобой и Игорем? Вы разъяснили все? О-о-о! Да, ребята, конечно, помню. И в этот же день мы все разъяснили. По-моему, на «Барына против Бузова» это показали. Либо это просто не вставили в эфир, где мы прямо на сцене, жмем друг другу руки и все. Ну и помимо этого Тихон бросил пить. Ну, когда мы сидели у Моргена в комнате. А-а-а! Когда ты снимал сториз, где я танцевала, я помню. Блин, я так его хочу выложить. Господи, ребята, там такой видос сочный. Прям реально очень крутой. Выкладывай, выкладывай, выкладывай. Думаешь? Да. Под музыку. Можно смонтировать, короче. Реально, можно смонтировать и сделать что-то прикольное. Почему расстались с Ирой и Пашей? Посмотрите, пожалуйста, вот в ВГТВ видео сохранено у Тихона. Прям вот мы сейчас записывали уже это. Тихон, ты кто по профессии? Отшельник, можно сказать так. Помню, когда дрались с Марсиагой. Вообще с девочками драться нехорошо. Кто там рассказывал в эфире недавно? Смотрите, ребята. Сказать вам честно, я был в корне неправ. Но я ее просто вышвырнул в голову. Но, но, было. С одной стороны, это было забавно, а с другой стороны, не очень. Сваризик. Сваризик. Поэтому... Привет, Колян. Колян, здорово, родной. А, Тихон, это же был против ребенка у девушки. Так, все. Вот это был финал. Вот смотри, Марина. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Секунд сорок максимум, но он просто, мать его, такой вкусный. Так, все. Я сейчас, знаете, что делаю? Я сейчас беру телефон, начинаю искать эфир, где я говорю за отношение к детям. Выкладываю у себя на странице, и чтобы меня этот вопрос больше никак не касался. Потому что постоянно говорить об одном и том же уже подзаколебало немножечко. Предлагаю вам эту тему пост выложить. Я тоже выложу пост на эту тему. Да. Долго вы еще скрывали отношения с Абвеганем? Да, наверное, долго. Да, наверное, долго. Да, просто это как бы, ну, такое, не зачем вообще было. Ну, типа, да, зачем это знать. Кстати, знаете, вот что интересно? Когда на проекте образовываются новые пары, всегда есть участники, которые против... glaube, нет. Продолжение следует... чрезвычайно? Продолжение следует... Продолжение следует... Колян, Колян, все нормально, мы возле студии. Какие вы красивые, господи, спасибо. Как же нам приятно такое слушать. Не, с одной стороны, мы это прекрасно знаем и понимаем. Вообще топчик. Как это... Саша, ну ладно, пофиг вообще. Ну и топчик, сами для себя это самое. Так, мои хорошие. Все, что, мы... Вот, закругляемся, всех любим, всех целуем. Давайте. Что? Ты че-таки у тебя целых глаз, своим зрителям. Вообще огонь! Огонь, да, потому что два часа дня, ребята. Самое лучшее время для того, чтобы проводить прямой эфир, это 5 с 5 до 7, а не как с 7 с утра. Потому что будний день, раз, все на работе, два. Время смотреть прямой эфиры, ни у кого нету, три. Вот. И все, пошел я искать прямой эфир, делать нарезку и выложу у себя на странице. Всех обняли, всех посыловали. Любим вас, обожаем. Мяу.